Привет, друзья! Это Ника Набокова, и сегодня я поделюсь моим субъективным мнением про содержанок. Содержанки меня бесят. Да ладно! Так, теперь выдохнули, выдохнули и продолжаем. Начнем с того, кого я отношу к содержанкам. В моей личной градации это женщины, которые считают, что мужчина обязан нести за них финансовую ответственность, и которые входят в отношения с посылом «должен платить». От них же мы очень часто слышим рассуждения про «настоящий мужчина никогда не предлагает разделить счет», «зачем мне тратить время на какого-то нищеброда», «тот, кто не готов за меня платить, тот вообще не мужик», «какие отношения без подарков», ну и прочее. Но, пожалуй, самое мощное это, конечно, высказывание «я же не шу**а» за просто так. Разрыв шаблона, когнитивный диссонанс, логика просто встала и вышла из чата. «What the hell is that?» Ладно, по сути, ну если разобраться, вот мне, какая разница, что кто-то где-то бегает в поисках банкомата на ножках? Вроде никакой. Но всякий раз, когда я сталкиваюсь с такими женщинами и их претензиями, буквально закипаю внутри. А сталкиваюсь я с ними, увы, часто. Потому что стоит только мне заикнуться о том, что мы, барышни, вообще-то существа самостоятельные и способны сами себя обеспечивать, как... Для меня очень важно понимать природу своих реакций, особенно таких сильных. Поэтому я выделила время, села и честно ответила себе же на вопрос, что здесь не так. Почему решение других, совершенно чужих для меня женщин, вызывает вот такие эмоции? Первое. Эти женщины обесценивают мужчин, не считают их за людей. Мужик для них равно функция. И живого человека они за этой функцией не видят. Одна из моих ключевых ценностей – это уважение личности. Я несу эту ценность в массы и очень много работаю над тем, чтобы она наконец-таки стала неотъемлемой частью нашего общества. Поэтому подобное отношение к людям ощущается мной как нападение на мои ценности. Второе. Эти женщины подвергают себя опасности. Финансовая зависимость – это очень, очень, очень небезопасная ситуация. И тут на сцену выходят опять мои ценности. Свобода, забота о себе и жизнь. Когда кто-то на моих глазах берет и ведет себя по опасному пути, по пути лишения свободы, я считываю это как наплевательское отношение к жизни. Ученые назвали это естественным отбором. Третье. Эти женщины меня принижают. Иногда напрямую. Они являются ко мне в комментарии и рассказывают, что раз вот я сама себя обеспечиваю, да еще и топлю за это, то значит, ну лицом не вышло, женственность не прокачала, мужика плохого в себе нашла. И просто никогда не испытывала этого сладкого чувства. Он за все платит, а я украшаю его жизнь. Кажется, я еще никогда не говорила об этом публично, но испытывала. Испытывала девочки. И было совсем не сладко. Был тревожно, страшно, непонятно. И период финансовой зависимости от мужчины я вспоминаю как один из худших в моей жизни. Кстати, моя психотерапевт, спокойно, она сама себя так называет, не называется психотерапевткой. Сейчас сказала бы, Ника, подумай, а не на ту ли себя обращено твое негодование? Я бы ей ответила, да, возможно, в какой-то степени да. Разумеется, сейчас в комментариях мне обязательно сообщат, что опыт-то не понравился, лишь потому что мужик-то был вот недостойный, а был бы нормальный, то, конечно, я бы кайфовала. Ой, все. Даже если мы берем за скобки эти явления с рассуждениями про мои недостаточные таланты в пристраивании своей пи... Пардон, женского достоинства. И представим, что никто меня с ними не достает, все равно позиция содержанки меня принижает. Как? Да очень просто. Мы существа социальные, плюс мы живем, ну, не в самом здоровом обществе. И, например, наша среда склонна к обобщениям и, видя условно одну женщину с ценником на лбу, автоматически вешает ярлык на всех остальных. А я с таким ярлыком жить вообще не хочу. Четвертое. Эти женщины претендуют на ресурсы. Так как и сторис, он работает, а я красивая заканчивается плохо, за редкими исключениями, барышни несут свои страдания куда? Ну, конечно, в мир. Что? Опять? Например, пишут мне про свою сложную ситуацию в надежде получить поддержку. Знаете, сколько я этих стонов поначиталась за 9 лет медийной карьеры? Тысячи. И с одной стороны, я вот понимаю, что человеку плохо и нужно посочувствовать. А с другой, не могу. Но ведь, блин, ты же взрослая, ты сама себя туда привела. Это не злой рок, не стечение обстоятельств. Это последовательные и сознательные, целенаправленные шаги в подвал под тревожную музыку. Такой внутренний конфликт приносит мне дискомфорт. А дискомфорт меня, правильно, бесит. Что ж, это был открытый и, заметьте, бесплатный мастер-класс о том, как стоит обходиться со своим раздражением в адрес других людей. Пользуйтесь, ведь многих из вас сейчас взбесила я, Ника Набокова, со своим субъективным мнением про содержанок. Твое мнение, кстати, я жду в комментариях. Не забудь подписаться и поставить лайк.